Подобную картину в Балхашском районе Алматинской области можно наблюдать практически каждый день. Массивы богатого горючими эфирными маслами кустарника уничтожаются огнем в считанные минуты. При этом гибнет населяющая туга и фауна, а пожары очень быстро расползаются на такие значительные расстояния, что захватывают территории Государственного лесного фонда. Буквально за пару месяцев достаточно сухой в этих краях весны пожары тушили уже в 22 местах. В зеленой травостой в связи с отсутствием дождей особо не поднялся. И сейчас на данный момент по Ильи пятый класс пожарной опасности, самый высокий класс пожарной опасности. Обещают, что лето тоже будет засушливое. Соответственно, если будет лето засушливое, то осенью, скорее всего, будет высокая горимость и в горной местности, и также в пойменной части реки Ильи, Каратава, Балхашия. Когда речь идет о мониторинге особо охраняемых природных территорий, без легкой и сверхлегкой авиации просто не обойтись. К примеру, вот этот миниатюрный самолет итальянского производства Portonavia 68B, несмотря на его малые размеры, способен находиться в воздухе без посадки до заправки около пяти часов. За это время только в Алматинской области можно охватить тысячи квадратных километров горной и равнинной местности, а также дельты реки Ильи. Если необходимо летать каждый день, очень важны такие показатели, как экономичность и при этом высокая эффективность. Горную местность в районе системы Зайлийского-Латау сегодня патрулирует женщина-пилот Тамара Мамонтова. Опыт полетов в этих местах у нее достаточно богатый. В горах она знает в буквальном смысле каждый камень. Ежедневно самолет Тамары находится в воздухе по 10 часов. Благодаря ее усиленным было обнаружено и вовремя ликвидировано множество пожаров. Летчик-наблюдатель, который сидит на борту, связывается со своими точками, передает им координаты пожара, площадь пожара, необходимость в тушении, сколько нужно человек там, в общем, для этого дела. Особо охраняемые природные территории в Алматинской области сегодня патрулируют два самолета и один вертолет. Как отмечают специалисты, практически все пожары возникают по вине человека. Фермеры пытаются огнем расчищать территорию под пастбище, либо тугои поджигают отдыхающие. К счастью, благодаря авиации количество и площадь пожаров в последние годы резко сократились. Григорий Беденко, Канадки-Гизбаев, Алматинская область.